Всем привет! Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. Сегодня на примере ноутбука Пакар Белл расскажу, как поменять жесткий диск. Вам очень сильно повезло, если переворачиваете свой ноутбук и он у вас модульного типа. Ну в смысле модульного. Под каждый модуль свое отдельное окошечко. На многих рейсерах откручивается полностью вся задняя стенка. Нужно быть с этим аккуратно, когда разобрали, открыли, чтобы никакие шлифы, контакты не повредить. Но в нашем, в данном случае, все расположено секционно. Здесь оперативка охлаждения видеокарта. Здесь, вот в этом отсеке, у нас расположено, я заранее уже, у меня отверточка такая маленькая, болтик выкрутил, чтобы вам показать. Вот мы выкручиваем, поддеваем здесь специальное такое окошечко. Смело, не боясь. Вот здесь у нас находится жесткий диск. Вот так вот тянем чик на себя и поднимаем. Он достаточно пыльный. Так. Вот мы видим достаточно старенький и пыльный жесткий диск, но тем не менее он на 300... Вот указано 320... 320 гигов. Достаточно хороший, но скорости ему не хватает. Вот берете, там, допустим, у вас там стоял какой-нибудь слабенький, там, на... Ну, приобрели там 100 гигов или 50 гигов. У меня первый компьютер вообще жесткий диск был, что-то 50 или 80 гигов. Так, устанавливаем. Сейчас покажу. Вот так вот укладываем. Неудобно, блин, одной рукой. Прям караул. Вот. Уложили его. И... Задвинули. Шлифы здесь зашли. Здесь еще винтик. Он на крышке получается. Вот она крышка. Он фиксирует жесткий диск. Но обычно на... Тоже на Asus'ах и на Samsung'ах жесткий диск фиксируется отдельно. То есть там отдельная крепежка есть. Отдельно закручивается жесткий диск. И отдельная... Крышечка. Ну вот, в принципе, и все. Сегодня я вам показал, как достать из ноутбука жесткий диск, и как его можно легко поменять. Вот здесь, под видео, ставьте лайк, большой палец вверх. Я с вами попрощаюсь. Увидимся. Всем пока-пока. Обязательно подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok